Начнём разбирать. Есть весьма сложные случаи. Есть случаи, которые, допустим, для меня просто неясны из-за того, что мало информации. Мне не безразлична судьба славы Фомичёва. Но я знаю, что что-то, ну, будем говорить, просто-напросто человек при своём рассказе счёл ненужным или, как бы сказать, не захотел рассказывать какие-то подробности из своей жизни, которые, вот, будем говорить, вызвали такое потрясение в его семье. И вот только сейчас, значит, он написал, я в 32 года весил ещё меньше, чем сейчас, то есть меньше 67 килограмм. Потом при обмене квартиры нас обманули, и мы потеряли две комнаты. Мама попала в психбольницу, у меня тоже был сильный стресс. Всё, дальше я даже и читать не буду. Я вам привёл прекрасную статью про гипертонию, в которой указана шкала стрессов, шкала потрясений, которые оставляют следы в нашем сознании, если, при условии, если мы к этому неправильно относимся. Примерно процентов 98 людей какой-то потери, ну, допустим, двух комнат, они отнесутся как к своеобразному року. И это их весьма сильно, будем говорить, взволнует. А как я говорил, эмоции, слово эмоции, волновать. Что они волнуют? Прежде всего, они волнуют нашу энергетику, оставляют в сознании, будем говорить, хочется так сказать, файл, такой вирусный файл, можно так сказать. То есть, оставляют своеобразную программу, что вы сделали что-то не так. То есть, программа самобичевания, самобвинения и прочее, прочее, что вот потеряли комнаты. То есть, это у вас застреет там в глубине и, естественно, дальше с уровня сознания передается на энергетику, то есть, поле перекручено уже появляется. Далее, значит, когда вот такая вот энергетика, понимаете, а вот так вот обманули, у человека начинает совершенно по-иному работать весь его организм, начиная от гормональной системы и даже заканчивая геномом. Так уж я скажу. Если, я как раз и писал, ну вот, произошло событие, оно уже произошло, и вы на него никак повлиять не можете. Если можете, то влияйте. Если не можете, значит, просто-напросто примите его. Примите его и дальше живите, как ни в чем не бывало. Вот в этом и заключается мудрость. Если вы можете повлиять, и у вас есть желание влиять, влияйте. Если вы на него не можете повлиять, оно уже произошло, все, назад ничего не вернешь, просто-напросто его примите, сделайте выводы и живите дальше в соответствии с этими выводами. То есть это как урок, который надо пройти. Когда мы это событие, оно уже случилось, а мы все его, как бы сказать, не принимаем, отвергаем, то у нас и появляется следующее, что мы попадаем в психушку, далее все у нас извращается, у нас начинает неправильно работать организм, различные сбои дают и так далее, и так далее. Кстати, в первую очередь реагируют на подобные сбои, это пищеварительная система, запор, понос или еще что-нибудь в таком духе. Это ее типичное проявление. Поэтому я говорил, успокойтесь, успокойтесь. То есть ничего сложного нет. Вообще в нашей жизни ничего сложного нет. Все зависит от того, как мы относимся к жизненным событиям. И в зависимости от этого отношения, дальше развивается шлейф последствий. Мы приняли это событие и, как бы сказать, сделали выводы, забыли и дальше живем. То есть ничего не случилось. Мы нормально проработали эту жизненную ситуацию. Если же мы ее не приняли, это все равно, что значит рвота у нас образуется. Мы не хотим. То есть то, что мы умственно не принимаем, оно как раз отражается и на пищеварительной системе, то, что мы тоже не принимаем пищу. То есть это все так интересным образом связано. Значит, мы получили осложнения, от которых выход только один. Это тот, который я сказал. Если мы это вообще не понимаем, не хотим понять и так далее, нас начинают лечить. Но вот это событие, тлеющее внутри, что вас, значит, обманули, что вас вот поимели, что на вас нажили, или что, еще что-то, оно просто-напросто не дает жить. Просто-напросто. Оно является своеобразной отравой, которая отравила вашу жизнь. То есть, я уже много раз говорил, смотрите мои книги, читайте там газеты. Я подчеркиваю такие вещи, что наша жизнь, все, что творится вокруг нас, все это так или иначе влияет на наше сознание. И в зависимости от того, как мы это воспринимаем. Нормально, либо отвергаем, либо еще как-то там хотим что-то там сделать. Это уже вызывает последствия в нашей физиологии. То есть, с уровня сознания все сбрасывается на приемник, на головной мозг. И дальше уже начинает тут вызывать застойные, там возбуждение, что-то, когда там возбудилось участок какой-то, другой участок там расслабился, или еще что-то. Все это, естественно, далее влияет, значит, на гормональную систему. Все это далее влияет, раз у нас тут какие-то застойные явления, на наше, значит, состояние тонуса мышц, возникают спазмы, и далее разлаживается вообще вся физиология. В данном случае, в данном случае, вот пытаются с уровня физиологии, современная медицина, подействовать, как бы сказать, вот человека привести в какое-то там состояние нормальное. Хотя, я вам рассказываю, не знаю, либо я неправильно вам рассказываю, то, что, либо вы вообще не понимаете эту простоту, эту наглядность, которая есть. Коню ясно, что все началось вот с того, что у человека случилось, будем говорить, потеря, которую он воспринял, как горе, а не как урок. Это разные вещи. Благодаря уроку мы можем стать сильнее, мудрее, благодаря горю мы можем развалиться. То есть, это такой показательный случай, который вот как раз показал уровни здоровья и как они между собой взаимодействуют. Поэтому тут никакой судьи, никаких там перекисливодородов или еще чего-нибудь и речи нет. Тут затронуты совсем иные вещи, на которые надо обратить в первую очередь внимание, с которыми надо работать, и остальное все выровняется. А так можно действительно заниматься здоровым образом жизни, и вот, но при этом в голове иметь вот таких вот, будем говорить, завихрения и толку от такого образа жизни никакого не будет. Упоминали Савелия Краморова. Он вел там вот сыроедение, то, сё, пятое, десятое. Но опять-таки, сыроедение, сыроедение. Вроде бы это должно, как бы сказать, повлиять. Но человек многогранная система. И что происходит? То, что творится в его сознании, а он там был не затребован, а его там жена просила, чтобы он подрабатывал таксистом, на что он не соглашался. То есть, вот эти вот терки в семье, творческая какая-то, особо не востребованность какая-то там, понимаете. Одно дело, человек что-то хочет такое, а ему предлагают несколько совершенно иное. И он либо должен сломаться и пойти на это. Но любая ломка внутри себя, это всё равно, что он может разломать самого себя на уровне, как бы сказать, энергетики. И дальше всё это спустится на физиологию. Вот такие вот вещи надо понимать. И в заключение я вам приведу пример, который написала женщина. Она, значит, пишет следующее, что я там что-то там вышла на пенсию или в предпенсионном возрасте была. Кстати, сама медик. Говорит, я была развалена и всё, думаю, тут вот немножечко мне осталось пожить, как-нибудь доживу. Вот такие вот мысли были. И тут попадаются, значит, мои книги. Она начинает заниматься. Говорит, я стала чувствовать себя совсем по-другому, стала выглядеть совсем по-другому. Я вспомнила язык иностранный, который когда-то там изучала. И через какое-то время меня пригласили и на работу. То есть оздоровление подлинное, которое начинается, оно затрагивает все уровни человеческого существа. Физиологию, энергетику, психологию. И наконец-таки выходит на уровень общения с окружающим миром. То есть и он улучшается, понимаете? Вот что интересно. Либо наоборот, начинается с ухудшений во внешнем мире, событие произошло, и кончается разложенной физиологией. И здесь не гены играют роль, гены у всех одинаковые. И я сам. Гена. А играет роль наследственность. Какая у вас наследственность? В какую семью вы попали? Как вас поддерживают предки? Как вы с ними взаимодействуетесь? Какие наработки были у вас сделаны, что жизнь у вас покатила нормально? Либо наоборот, она как скачет по кочкам и проваливается, то с одной ямы в другую. Вот об этом я хотел с вами поговорить. Такая беседа несколько сумбурна, но тем не менее, на эти темы всегда говорить как-то сложно. Но я думаю, что я донес свою мысль, что получилось со Славой и как ему выйти, и как ему поговорить со своей мамой, сказать, мама, ну потеряли и потеряли, ну поучили нас люди.